Дорогие друзья, мы все знаем, в преддверии чего мы здесь все собрались. Кто-то у экрана компьютера, кто-то, возможно, смотрит это уже в записи. Наступают праздники. Рождество, Новый год, светлые, хорошие, добрые, семейные. Даже для тех, у кого еще нет своей собственной семьи, а только родители. Тоже семейный праздник, который принято встречать в теплом кругу, в добром, в кругу друзей, родственников, дорогих, любимых людей. Конечно же, была попытка подпортить нам эти праздники. Ходили слухи о конце света, но, с другой стороны, я считаю, что тот же конец света, это был своего рода Новый год у майя. То есть, как и у всех людей, если подойти более философской точки зрения, каждый, когда засыпает, он как бы умирает, а просыпается новым человеком. То есть, нужна точка перезагрузки, чтобы мозг отдохнул и каждое утро началось как новый день, новая жизнь. Вот. Поэтому новогодние праздники тоже своеобразная точка отсчета. Время скорее подвести итоги, подумать о том, что было сделано, что удалось, что не удалось в уходящем году, построить какие-то планы на будущий год. И я уверен, что никогда не было такого, что можно сказать однозначно, что прошлый год был отличным, легким, без проблем. Хотелось бы, чтобы следующий был таким же. Всегда хочется, чтобы следующий год был лучше, чем прошедший. Каждый год, каждый день для всех людей, я уверен, это борьба. Борьба за свои цели, борьба за свои желания, за то, что хочется получить, за то, что хочется, чего хочется добиться. Прошедший год, я считаю, лично для меня принес много нового, много интересного, новая деятельность, новые задачи, которые, скажем так, появляются по ходу времени. Прошедший год был годом дракона. Ну, как вы уже, наверное, все на данный момент знаете, у нас бы сказали, что это был год цмока. Пускай это китайское летоисчисление, но у нас же есть свои цмоки. Вот. Для нас, как для клуба баскетбольного, он принес цмока. Ну, чтобы не быть голословным и нашим друзьям студьбае, рот оставить, я принес такого вот маленького цмошка. То есть это то, кто, скорее всего, мы. К сожалению, это не точно наш образ, но мы родились. Это был год цмока, мы родились, так что мы начинаем расти. Следующий год, год змеи. По большому счету, родственники, наверное, все же земноводные. Поэтому, по родственному, надеюсь, что следующий год для нашего клуба будет лучше, чем прошедший. Потому что, как я говорил ранее, было много целей, задач, которые не все удались, но вся жизнь борьба. И будем работать, будем сражаться, будем добиваться своих целей, своих задач. И, как уже говорил, по ходу придумывать себе новое, чтобы было интересно и нам. И вам, дорогие болельщики баскетбола, те, которые нас не покидают, те, которые к нам приходят новые. Поэтому, подытоживая такую длинную, наверное, относительно речь, хочу поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вам традиционных счастья, здоровья, любви. Что еще желает? Исполнение желаний. То есть то, что не получилось в этом году, чтобы обязательно получилось в следующем. Я только немножко суверенный человек, и поэтому число 13 не очень сильно беспокоит меня. То есть 2013 год, просто очередной год, очередной цикл жизни, который нужно попытаться пройти достойно, по возможности успешно, порадоваться за то, что сделал, чтобы за тебя порадовались твои близкие. Чего и вам желаю. Пускай Новый год принесет вам все ранее перечисленное и радости. Радости для себя, радости для ваших окружающих. Всего самого лучшего. С Новым годом!